Здравствуйте, меня зовут Владимир Мельников. Я люблю заниматься автомобилями, разбираться в них, а также изучать технические процессы по эксплуатации автомобиля. И хочу рассмотреть данную сферу деятельности глазами студентов, чтобы когда у них возникли вопросы в своих учебных заведениях, они уже были готовы к контрольным зачетам и экзаменам. Устройство авто. Тема назначения устройства. Принципы работы приборов. Система зажигания. Прежде чем продолжить основную часть данного видео, хотелось бы напомнить, что сегодняшнее видео является продолжением моего предыдущего видео, и поэтому, чтобы понять сегодняшнее видео, нужно посмотреть предыдущее. А также плейлист на тему основы электротехники, чтобы лучше понять всю данную тему. Что ж, перейдем к основной части данного видео. Назначение и виды системы зажигания. Предназначен для своевременного воспламенения горючей смеси в цилиндрах в зависимости от порядка цилиндров, в зависимости от источника питания системы зажигания, бывают батарейные и от магнитов. В зависимости от способа прерывания тока системы зажигания подразделяется на следующие виды. Контактные системы зажигания, что, собственно, вы можете видеть на данном изображении и то, из каких элементов она состоит. Тут даже подписаны каждые из деталей. Контактно-транзисторная система зажигания. Как вы можете заметить, вторая схема мало чем отличается от предыдущей, кроме того, что здесь еще присутствует коммутатор. И бесконтактная система тоже изображена на данном слайде. Контактная система зажигания состоит из источников тока, естественно, АКБ, катушки зажигания, прерывателя распределителя, свечей зажигания, проводов низкого и высокого напряжения. Управление системой зажигания осуществляется при помощи выключателя, который объединен в общий узел, называют само зажигание. Опять-таки, вы все это можете прекрасно рассмотреть на данном изображении, где каждый элемент подписан. На этом все, что я хотел рассказать. Надеюсь, моя информация была полезной. Я смог кому-то помочь. Ну, на этом все. Всего доброго. До свидания.